Добрый день! На телеканале Ника ТВ новости в студии Мария Давыдова. Смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правые лидеры начали прибывать в Москву на Парад Победы. В течение дня должны прилететь 16 глав государств и правительств. Одной из первых приземлилась китайская делегация. Также ожидается приезд лидеров Чехии, Сербии, Кипра, Казахстана, Египта и других стран. Всего в памятных мероприятиях будут участвовать почти 30 высокопоставленных гостей. Среди них главы зарубежных стран, руководители международных организаций ЮНЕСКО, ООН, ЕС и Совета Европы. С грядущим Днем Победы россиян поздравляет Барак Обама. Об этом сообщил его главный советник по России в аппарате Белого дома Селест Уоландер. Она также напомнила, что народы США и России совместно добились победы во Второй мировой. И эти воспоминания очень дороги. Как передает ТАСС, Уоландер добавила, что почла за честь для себя принять приглашение российского посла на прием в посольстве России по случаю 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ровно 70 лет назад, 8 мая, в берлинском предместе Карлсхорст был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. По центральноевропейскому времени документ подписали 8 мая в 22.43, по московскому 9 мая около часа ночи. Безоговорочную капитуляцию Германии со стороны Советского Союза принял Георгий Жуков. И сегодня же в Калуге торжественно откроют памятник маршалу Победы. Со всеми почестями перезахоронят прах неизвестного солдата и вновь зажгут вечный огонь. Участвовать в этом знаковом событии будут солдаты 154-го Преображенского кремлевского полка. Они уже прибыли в Калугу. Памятное мероприятие начнется в 15 часов, но уже сейчас там работает моя коллега Наталья Жилина. Наталья, добрый день. Расскажи, много ли калужан собралось на площади? Добрый день, Мария. Ну, нужно учесть, что сейчас рабочий день. Хотя здесь собралось уже достаточно калужан, потому что их привлекают сюда звуки, музыки и оркестра. Здесь идет генеральная репетиция перед открытием памятника, перед молебном, перед зажжением огня и захоронением останков неизвестного солдата. Здесь уже приехали и воины Преображенского полка, здесь и военнослужащие 128-й ракетной Козельской дивизии, которые также будут принимать участие в торжественной церемонии. Здесь уже попробовали зажечь даже вечный огонь, и если вы за моей спиной видите, что вот он горит, то его еще не зажгли. Это только техническая проверка. Калужан действительно много, и еще есть время сюда подойти, народ подтягивается. Хотя уже подъезды все, площади уже перекрыты. Здесь действительно такое торжественное праздничное настроение, хотя организаторы очень нервничают. Они признаются, что не доспали, и мы вот хотели пригласить визави, но последние приготовления не позволяют даже на пять минут оторваться от приготовлений. Мария. Спасибо, Наталья. Напомню, это была моя коллега Наталья Жилина, которая сейчас находится на площади Победы. Примечательно, что вечный огонь у Кремлевской стены, от частицы которого через несколько минут вновь вспыхнет пламя памяти в Калуге, тоже был зажжен 8 мая 1967 года. А в 1949 году, тоже 8 мая, был открыт самый известный памятник советским солдатам в Германии. Ансамбль воинам советской армии, которые пали в боях с фашизмом, установлен в Берлине. Рядом находится братская могила, где похоронено около пяти тысяч защитников. Этот мемориальный комплекс – самый большой из подобных памятников в мире, наряду с Мамаевым курганом, а также самый посещаемый в немецкой столице. Люди приходят сюда и возлагают цветы к подножию монумента, причем не только в День Победы. В Калуге помимо памятника Жукову открыли сегодня еще один монумент труженикам тыла. Инициатором его установки в сквере Воронина в Калуге стал почетный гражданин области Николай Алмазов. Его в этом поддержал недавно ушедший из жизни городоначальник Константин Баранов. Памятник сделан на пожертвования, собранные фондом Возрождения. Московский скульптор Сергеев Полегаев работал над ним несколько месяцев. На фоне ордена тружеников тыла он изобразил семью – женщину и ребенка. Я пользовался фотографиями своей семьи, ныне несуществующей деревни в Козельском районе. Это семья Савичевых. Это труженики тыла, семья, которая отправила на фронт своего отца. И сын заменил его на заводе, а жена с детьми в данном случае занимается заготовкой хлеба. Все для фронта, все для победы, как был лозунг в те времена. Он был не пустым звуком. Память павших почтили сегодня утром на воинском мемориальном кладбище. Этот митинг накануне 9 мая давно стал традицией, но за долгие годы не превратился в формальность. Сюда приходят те, кто помнит о значении той, уже далекой, но по-прежнему дорогой всем победы. И не хочет допустить повторения истории. Митрополит Калужский-Буровский Климент совершил обряд поминовения. Память героев Великой Отечественной почтили минуты молчания. Калужская область продолжает вести поисковую работу. Ее важность отметил глава региона. Также он призвал всех не забывать уроки истории. Я хотел бы обратиться ко всем жителям нашей области и прежде всего, конечно же, к молодежи. С призывом помнить уроки той страшной войны. С тем, чтобы никогда никому не удалось развязать это кровопролитие. Во имя непонятных амбиций, что противоречит здравому смыслу. Мы видим сегодня эти попытки. И это, конечно же, должно нас настораживать. В 1941-м в Калуге было 16 госпиталей. В 1942-м их количество возросло до 80. Умерших от ран и болезней хоронили на воинском кладбище. Здесь же похоронены солдаты, павшие в оборонительных боях и при освобождении Калуги. Всего на территории кладбища захоронено 3,5 тысячи военнослужащих. Митинг, посвященный их памяти, объединяет поколения. Сюда приходят и стар, и млад, от школьников до ветеранов. Каждый год или на освобождение Калуги, или на праздник Победы. Поклониться тем, кто освобождал Калугу с отцом. Ваш город. Я труженик тыла. Я работала с 13 лет в предприятии комбинат «Гигант», который был разрушен совершенно. А потом наши женщины восстанавливали это. Переживаю я всегда. Поэтому я чту не только ветеранов, не только наших детей, которые работали у станков, наших родителей, которые погибли на фронте. Мы пришли почтить память ветеранов, погибших, и поздравить с юбилеем Победы ветеранов, которые остались здесь. Какие вас чувства? Патриотизм переполняет и, безусловно, гордость за свою страну. Поздравляют ветеранов и прокуроры. Торжественный митинг прошел возле здания ведомства на Аллее Славы. Участников войны Федора Урцева наградили почетные грамоты президента, а также вручили медаль и юбилейные часы. Также наградили друженицу тыла Елизавету Троицкую. Помимо этого на митинге присутствовали и ветераны прокуратуры. Всего на Аллее Славы собралось более сотни человек. После войны действительно понесли серьезную нагрузку, серьезный труд, восстанавливали законность в стране. Их опыт для нас очень значим. И мы приглашаем их на встречи с нашими молодыми специалистами. Сами с удовольствием общаемся с ними. Для того, чтобы тот дух единства законности, который должен торжествовать в стране, у них перенять и у них научиться. Никто не забыт. Сегодня в двух калужских домах престарелых прошли благотворительные концерты. Ко дню победы. Представители волонтерского движения «Радость в старость» приготовили для фронтовиков военные песни, танцы и стихи. Помимо концерта, волонтеры совместно с калужанами подготовили более 300 подарков для ветеранов и постояльцев домов престарелых. Их вручили самые юные участники мероприятия. Более того, волонтеры обещали и 9 мая выйти на улицы для того, чтобы поздравить ветеранов, вручив им памятные подарки. Ленинградская симфония на калужской сцене. Известное произведение Шостаковича в преддверии 9 мая в областной филармонии исполнил калужский молодежный симфонический оркестр. Композитор посвятил симфонию блокадникам в разрушенном оккупированном Ленинграде. Она прозвучала летом 42-го года. Исполнение симфонии длилось 80 минут. Динамики транслировали музыку на весь город. На концерт в областной филармонии вход был бесплатным. И желающих послушать живое исполнение легендарной симфонии оказалось немало. Сваутбодных мест в зале практически не было. Бесподобный подарок. Но и публики много, в принципе, хорошо. Искусство всегда спасало мир. Поэтому, ну как без искусства? Естественно, что, особенно если в этом искусстве отражается то прошлое, которое проложило дорогу вот этому будущему. Так захлестнуло, до сих пор, я не знаю, где же это? Здесь надо быть. Я далека от этого творчества, но радушу берет действительно. И, как правильно нам сказали, то, что хоть они обозначались части в зимфонии, но мы чувствовали это, мы понимали, когда была война, когда были родные просторы, когда были воспоминания, победа. Очень здорово. Я рада, что все это услышало. Очень масштабное произведение, яркое, сильное, в такой мощной мажорной тематике. Однозначно восторг и, конечно, память, великая память. Хореографическое погружение в историю. Ансамбль танца «Образы» и Центр хореографического воспитания «Вива-данс» готовится к 9 мая в театрализованное представление «Опаленная юность». Премьеру можно увидеть в День Победы на театральной площади. На одной из репетиций побывал Андрей Степичев. Все еще живы, все еще живы, все еще живы, все еще живы, все, все, все. Все еще действительно живы, но уже совсем скоро мирное время закончится, и на смену ему придет война. Театрально-хореографическая постановка уже на своей финальной стадии создания, и осталось только доработать детали. Всего час на то, чтобы погрузить зрителя в атмосферу Великой Отечественной войны и при помощи одной только пластики передать весь ужас того тяжелого для страны периода. Даже не знаю, какие будут эмоции на сцене, но сейчас я испытываю какой-то патриотизм, то есть я как патриот страны, я уважаю тех людей, которые за нас воевали. Я благодарю их за то, что мы сейчас живем. Осмыслить, пропустить через себя и максимально вжиться в образы своих героев. Задача у коллектива масштабная, и к ее выполнению подход максимально ответственный. Работают здесь по 5-6 часов, и никто ни разу еще не пожаловался на усталость. Миссия у всего коллектива серьезная, и каждый участник, уверенно директор Центра хореографического воспитания Людмила Важесова, четко понимает, что он должен донести до зрителя и о чем ему рассказать. Они настолько проникновенно относятся к этому, с большим уважением даже, я скажу, с большим уважением ко всей этой истории и к этим с датам знаменательным. И они с удовольствием работают именно над этой темой. Мы ожидали это, но вот что они стопроцентно окунутся именно вот в эту тему, героико-патриотическую, ну это нас просто потрясает. Танец с мягкими игрушками и оголенными нервами. Дети, у которых вместо детства была война и одна на всех. Главная мечта, чтобы вокруг не стреляли, и смерть больше не приходила в их дома. Подготовка к этому номеру нужна была не столько техническая, сколько с точки зрения психологии. С каждым участником проводили беседы и учили не выплескивать эмоции, а наоборот сдерживать. Все первые репетиции заканчивались слезами. Нужно, конечно, знать. И нам это все объясняли, что было, и как это все происходило, и что вообще, что происходило. Подготовку этой программы хореографы вообще решили начать не в танцевальном зале, а за партой. Для участников коллектива были организованы круглые столы, и они все вместе погружались в историю того, одновременно и трагического, и героического периода страны. Если подростки не осознают то, что будет у них в душе, они не смогут передать это зрителю. А для нас в хореографии мы же не поем, мы же не говорим, мы все передаем это глазами, передаем это пластикой тела. Поэтому для этого, конечно, они должны знать, где это и как это сердце. Казаки в Берлине и до той исторической победы остается совсем немного времени. Участникам программы хоть и нужно еще отработать несколько номеров, но признаются, что именно в этот момент приходит чувство легкости. Наши победили в этом уже нет сомнений. И спустя 70 лет о том событии просто необходимо рассказывать, считает Сергей Сафронов. Хореографией он занимается 17 лет, но только последние годы осознал всю значимость того дела, которое уже перестало быть просто хобби. У него самого ту войну прошел дед, но уже Сергею не довелось с ним пообщаться. Память – это что-то ускользающее, уверен он, и задача каждого – не дать ей раствориться. Нужно постараться сохранить ту светлую память о наших прадедах, дедах, которые отдали за нас наши жизни, отдали за нас свои, вернее, жизни, которые сражались за нас. Сейчас это никак нельзя забыть, потому что это значимое событие. Андрей Степичев, Илья Кромов, телекомпания НИКО-ТВ. Ну а далее смотрите прогноз погоды. Всех с наступающим праздником. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова